Сегодня в Кирове прошла областная ярмарка вакансий для выпускников и студентов старших курсов в профессиональных учебных заведений. Кроме того, на ярмарке можно было получить консультации юристов, психологов и специалистов по правильному написанию резюме. Подробности у Вергина Мативасяна. Они ищут друг друга. Соискатель и работодатель. Сотни молодых кадров. Кто-то без пяти минут дипломированный специалист, а кто-то уже с дипломом, но пока без работы. Более 20 работодателей предлагают им свои вакансии. От их взаимоотношений здесь в будущем может сложиться деловой союз. Встреча работодателей, встреча выпускников друг с другом на нынешней ярмарке вакансий чрезвычайно важна. Статистика говорит, что наиболее эффективная форма трудоустройства молодежи – это ярмарки вакансий, когда они имеют возможность пообщаться с отделом кадров, задать вопросы, выяснить уровень зарплаты, возможность профессионального роста. Промпредприятия, крупные торговые сети, банки, почта, службы по контракту – выбирать есть из чего. У работодателя же в цене рабочие руки, но вот пока огромного интереса у второй половины к этому нет. Зато соискатели там, где тепло и сытно. У столиков с вакансиями банков и предприятий общепита. Но вот чтобы оказаться лучшим и получить заветное место у работодателя, надо обладать рядом профессиональных и личных качеств. Все это необходимо грамотно изложить в резюме. Елена Матвеева – одна из тех, кто по этому вопросу консультирует на ярмарке. Обращаю внимание, что работодатель все-таки больше смотрит на опыт работы, но играет роль образования. То есть достаточно малое количество работодателей готовы рассматривать специалистов без образования. Найти работу можно не только на ярмарке, но и самостоятельно в базе данных. В Яцкой сельхозакадемии появился специальный терминал, где собрана вся информация о том, кто и где требуется. Это уже третий терминал, установленный в кировских вузах. База обновляется ежедневно. У любого студента есть возможность найти свой вариант трудоустройства. Это очень удобный терминал. В нем с легкостью можно узнать не только о всех свежих вакансиях, но и о профессиональном обучении дополнительном. Мне это тоже очень понравилось. Ну и даже о своем личном счете и банковском, и студенческом. Сейчас в базе службы занятости около 8 тысяч вакансий, из которых больше половины для подработки студентам с полным рабочим днем, работой в вечернее время или свободным графиком. На какую-нибудь работу, которую можно совмещать с учебой, потому что учимся на очной форме отделения. Поэтому надо что-то либо днем, либо вечером. Пока подыскал. Ответ будем ждать. Надеюсь, что ответят положительно. Я хочу работать комплектовщиком, комплектовать новые автомобили. Вот это моя мечта. В половине случаев мечты сбываются. Работодатель и соискатель находят друг друга. И тогда в скором времени скрепляют свой союз трудовым договором. Вергина Матевосян, Валерий Никулин, Вести, Киров.